Ну и факт, типа, да что, нужно потрогать, он там вот здесь. Фу, я так разочарована. Просто стоит тебе нагнуться, как это все сползает. Всем хай! Ой, я спалила свои штанцы с куроми. Главное на видео показать то, что ты сверху как бы хорош, а то, что у тебя тут какие-то застиранные труселя, это никого не волнует. Впрочем, труселей в этом видео будет много. Я заказала так много всего, что тупо не успеваю все это смонтировать. Сразу хочу сказать, что это видео снималось достаточно давно. У меня там еще длинные волосы. Но я наконец-то вернулась к своей коронной, лучшей, топовой, мега, самой лучшей в мире прически. Особенно, когда эту прическу мне вот так вот подстригли. А еще мои самые сладкие малыши, я хотела вам сказать спасибо большое за то, что у меня на канале уже практически 3 миллиона подписчиков. Я к этому шла так много лет, я так много старалась. Я просто брала колоссальную работу над собой, над своим контентом, над всем, над всем, над всем. Поэтому я буду очень рада, если вы поможете мне достигнуть этой моей мечты до Нового года. Поэтому, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, ставь лайк, делай тык для олдов. Ну, если того, то почему-то не подписан, как бы вопрос. И желаю вам приятного дальнейшего просмотра. Что-то серьезное. О, блин, вот это только что превзошло все мои ожидания. Надеюсь, на мне по размеру будет хорошо. Какое качество! Ой, просто что! Вот такая вот юбочка. По деталям здесь, конечно, все, ну, очень очаровательно. Стяжечки красивые такие. Короче, я максимально довольна. Посмотрим, как оценит эксперт. Давай, танцуй, Даш. Я буду. Даш, ты такая молодец! Кстати, попробуйте угадать, сколько стоил этот костюм. Три, два, один. Написали? Это дорого стоило. Это самый дорогой костюм из всего. Этот костюм стоит столько, сколько примерно весь мой заказ с Алика. Это типа 6 тысяч стоило для Аликспресса. Простите, пожалуйста. Лиз, это все от того магазина, который супердорогой для Айделов. Да. Ну, Айделов только там покупается. У них так написано на сайте. А, да, да, оказывается так. Да. И Минкс. Господи. Пойду сегодня коврдаймс в этом танцевать. Вот народ очешуял. Да он так тоже очешуял. Я профессионально оцениваю этот образ на 10, шире я сейчас 10. Вы прекрасно знаете, что я очень люблю тестировать всякие новые штуки, покупать что-то новое, заказывать, а потом проверять. Но есть одна такая вещь, которую я не очень стремлюсь менять, и это мой тональный крем. Один из моих самых любимых тонов. Vivienne Sabon. Кстати, многие из вас, наверное, не поняли прикола, когда увидели вот эту новую упаковку. Так вот, это я с собой взяла новый тон на тест. Shake Foundation Matte. Я очень люблю их тон с блюем. Вот такой вот. Вы, я уверена, его миллион раз видели у меня на канале. Он, кстати, тоже свой имидж немного сменил. Но сегодня хочется протестировать именно новинку. Давайте сделаем сводч. По текстуре он прям такой, знаете, мягкий, бархатный. Я даже не знаю, как это объяснить. И несмотря на то, что он как бы матовый, он очень-очень увлажняющий. Прям прикольно. Кстати, никогда не забывайте его встряхивать. Это очень важно. Чтобы смешать пигменты и ухаживающую базу. Кстати, я его также Даша советовала. Интересно, она его уже успела протестировать или пока нет? Тона, кстати, как видите, на нашу пальцы мне так комфортнее. Он прям очень хорошо растушевывается, быстро подстраивается под цвет кожи. И прям, знаете, его очень-очень легко распределять. Я сделала маленькую каплю, я уже половину лица покрыла. У тональника невесомая структура, которая скрывает все несовершенства и выразнивает тон лица. Обеспечивает прекрасное и легкое покрытие. Боже, кожа просто идеальная. Никакого эффекта маски нет, нет никакой липкости. Просто реально выглядит как улучшенная версия моей кожи. Прошло 5 часов. Короче, ребятки, тону 5 часов. Я уже погуляла, походила, побродила, у меня уже за окном темень. И смотрите, тон выглядит абсолютно идеально. Ничего не скаталось, ничего нигде не просила, просто шикарно. Получается, знаете, тот самый желанный матовый эффект. Так, ну в принципе, если посмотреть по составу, то все достаточно понятно. Тут натуральный состав и также в нем есть салициловая кислота, которая дополнительно ухаживает за кожей. Кстати, также этот тон я советовала Даша Граф, о чем уже говорил ранее. И завтра у нее выйдет видос на канале. Там будет тоже наша коллаборация с проверкой Алиэкспресса, поэтому обязательно посмотрите это видео. Там, во-первых, она поделится своим мнением о Тоне. Во-вторых, это просто трэш будет. Чуть не забыла, тон можно купить по ссылочке, которую я оставляю вам в описании. Не пожалеете. А тут была юбка. Как же здесь много всего, боже мой. Она, по идее, должна быть вообще ультра-хайповая. О, смотрите, моя любовь! Что тут действительно шортами? Да ладно, шортами! Господи, я в таком восторге. Оооо! Моё сердце, моя любовь, моя радость, мой малыш! Моё сердечко. Пам! Если вы вдруг смотрите это рядом с родителями, наверное, лучше, чтобы они рядом не находились. Так, не смотри на мою грудь, она вываливает, и я в курсе. Короче, это две отдельные вещи, это не вместе. Ну, а вижу твое заинтересованное лицо, полное ужаса. Давай начнем оценивать с чего-то одного, потому что вместе это оснать невозможно. Здесь, короче, такой топик в форме сердечка, и, если честно, он мне реально нравится. Класс! Он очень крутой, но есть в нем один, так скажем, грешок. Что ты в нем не выйдешь, потому что мужики все выпялиться. Да! Это грешок номер два. Первое, это то, что любое движение, и ты как бы такой... Ну, типа не то, чтобы у тебя оттуда лазеры выстрелили, а типа просто стоит тебе нагнуться, как это все сползает. А теперь юбка. Я понимаю, что очень тяжело отценить юбку вместе с этим топом, но она просто невероятно крутая. Она мне идеальна по размеру. Это, кстати, юбка-шорты. Да, чтобы ты могла спокойно ходить в моем стиле, несмотря на то, что она супер короткая. В ней можно спокойно гулять, потому что это все еще шортики. Ребяточки, у меня будет к вам очень большая просьба. Можете, пожалуйста, покидать скриншотов, и если кто-то сможет сделать стикеры для телеграма, я вас буду очень там ждать и буду вам безумно благодарна. Мне нужны новые стикеры с этого видео. Я так старалась на фонтаж. Пожалуйста, покидайте телегу. Покидайте. В грудь не вываливайся. Две тысячи. Четыре. Че? Я сказала себе еще вот такой топик с гаргульей. И мне безумно нравится. Я вообще такую эстетику очень люблю. Мне нравится, как это выглядит. Я люблю топ бандо, и мне в них супер-мега комфортно. И материал у него, знаете, достаточно такой плотненький, то есть ничего не просвечивает, и это очень здорово, несмотря на то, что это обычный хлопок, но какой-то он такой трикотажный хороший. Этот образ на оценку Даши я решила дополнить штанцами. Не штанцы, а золото просто будут. Короче, я только что достала джинсы, и, короче, это джинсы-трансформер, их нужно типа самой собрать еще. Они буквально пришли в таком состоянии. А нет-нет-нет-нет-нет, не смотрите на мои трусы. Но почему люди их стесняются? Ведь все носит трусы. Даже если сейчас на тебе нет трусов, когда-то же они бывают. Так почему, ответьте же мне. Клоунизм. Нет, ну это вообще джинсы не джинсы. Они как будто и не из джинсового материала, а вообще хрен пойми из чего они. И вот здесь вот так, как будто я обосрався. Ну ладно, посмотрим, кто будет смотреть вместе с этим, конечно. Я видела эти джинсы, я купила черные похожие, но мне их не отправили. Хочешь собирать? Проблема вот в чем, в общем-то. Ну да, на Элиспрессе джинсы очень сложно покупать, а ты очень худой. А дело не в том, что они не по размеру. Дело в том, что посадка, она должна быть или вот такой, или если ты спускаешь ее на бедр, то твой пак, типа... Да что, может потрогать, он прям вот здесь. Нет, ну я померюсь. Ты должна быть очень высокую девушку, как раз таки, потому что было видно вот эти вот дырки, да. В случае, я не знаю, но так же это не будешь носить? Да... Оно даже в таком виде мне велико, потому что здесь слишком много воздуха. Я печальна, я очень ждала эти джинсы, я их очень хотела. А ты сам маленький вру, да? Да. Ну я тоже сам маленький вру. Ну вот. Пойдем, да, не покупать лучше. Жопу оброгу. Маленькая вставка про подарок. Но перед этим народная мудрость. Дареному коню под хвост не смотрят. Но что, если это дареные трусы? Семь раз отмеряйте, подари. Ребята, важно. Это гид еще раз, подарок. Не мной заказано. А это на какой вообще? Понимаете, концепт того, что это велико даже моему креслу? Это на что? Что за S? Некрасиво смеяться над трусами, но только есть не трусы, которые пришли в размере типа S. Ну типа... Вот оттяни сзади. Вот если ты оттянешь, будет намного... Да? Да. Ну типа да, как будто лучше. Ну топ классный. Топ по факту очень хороший, он стоил 100 рублей. Да нам все так стоит. Зачем ты так близко камеру приблизил? Короче, дорогие друзья, я не знаю, что я там заказала, потому что я заказывала уже очень давно. Примерно настолько давно, что уже прошло больше, чем полгода, и я уже вообще в Корее. Ну давайте посмотрим. Больше всего меня, наверное, интересует поза, в которой я сейчас нахожусь, и штука, которая справа от меня. Вот сейчас все люди, которые загоняются в гистеки компьютерных посадочных мест, боже, да будем ли посадочные места, это вообще что? Преисполнится, потому что... Да, это не мое. Я заказывала коврик с бакуга, я не заказывала коврик с балл. Что такое? Почему? 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 Да как так-то? Да как так-то? Да как так-то? Да ааааа? было у меня в посылке. Ну что ж, поздравляем Давида с ковриком. Свой коврик я тоже получила позднее. А вот и мой коврик, боже, я так его ждала. Посмотрите, какой он крутой. Это просто лучшая вещь в моей комнате, вау. Этот коврик я оцениваю на 10 ковехов из 10 или ковехов. Ковехов или ковехов? Или ковехов? Что? Охерительное просто качество. Такое же охерительное, как запах этой дичи. Короче, это вот такой вот... Я даже это надела. Вот такая вот штука, типа я... Джилет! Факт, уведешь, заслуживает лайка, но я хз, чем ее носить. У вас есть идеи? Ребят, очень нужны. Оцениваю этот жилет на 70. Запах вон и все еще не покинул мои носовые пазухи. Так дело не пойдет. Фу-фу-фу, воня! Это прошло уже полгода. Ах, я же посмотрела видео и вспомнила, как это пахло. Ужасно. Не надо так пахнуть. Мойтесь. Время отвлечься на котиков. Ведь котики такие миленькие, они такие маленькие, они такие сладкие. Люблю котов. Насколько я помню, вот этот костюм для меня был тогда очень долгожданным, потому что я безумно сильно хотела сделать перевозчение Фрэнки. Монстр, монстр, хай! Монстр, хай! Монстр, монстр, хай! Реально, откуда вот такой вот наряд? Это я реально нашла в ряках. Какую-то вот такую вот ёбку в стиле Фрэнки и топик тоже в ее стиле. И на удивление, ну типа... Клево. Нормально? Да. 300 рублей. Юбка меня весьма разочаровала, потому что она реально отстой. Вот эта штука стоила, конечно, дороже, но она прям очень хорошая, может, по-тругому классная. Но они обычно хорошие делают всякие вот трикотажные. Очень классно, мне прям реально нравится, по размеру тоже здорово. Ну и объективно в юбке, конечно, я бы гулять не смогла, потому что она разлетайка. Да. Ну какой ветер, а ты вот... Ну шортики. На шортики все еще лучше. Но ты не пойдешь вот так. Чем? Пойдешь? Это достаточно альт. Тогда они все ждут тебя в таком наряде в следующий раз. Хорошо. Спустя время я оцениваю этот образ на 3 из 10 юбкой. Это полнейшая кринжатина. Я ее, по-моему, даже вообще выбросила. Но я не жалею об этой покупке, потому что с образом вместе все это смотрится красиво. Она была Фрэнки, но юбка все еще кринж. Это фрагмент песни исполнителя Лиса Одна. Мне кажется, это песня лучше, как ничто подходит в это. Ну типа это вообще, это небезопасно в таком ходить, на самом деле. Подождите, это что, она выложила видео, где у нее грязные пятки? Какой кошмар. У настоящей девочки никогда не может быть грязных пяток, тем более на видео. Фу. О, я так разочарована. Ужас. Да нет. У меня бывают грязные пятки. В общем, ребятки, такой видос у меня получился. Я вас очень люблю, очень целую. И до встречи, надеюсь, в моем телеграме. Я вас буду ждать в моей телеге. Я для вас. Боя. economists. О graves. Я для вас. Я для вас. Я для вас.